Когда зажигают фонари, когда надвигаются сумерки, И как день превращается в вечер, а вечер в ночь, так и гид Павел Перец превращается в совершенно другого человека, следуя за уличным освещением. В какое счастливое время мы живем? Приходите домой, делаете вот так, и включается свет. А учитывая то, что город был Ленинград, лен свет. Казалось бы, мы все хотим, чтобы на улицах светили фонари, но уличное освещение с теологической точки зрения и смешательство в божий распорядок. Это цитата из немецкой газеты еще начала 19 века. Ну и вот как тут бороться со стереотипами? Особенно, когда городской среде просто необходимо. Любое освещение, ну вот, это то, что я называю закутки счастья. Посмотрите, здесь у нас раз, два, три, четыре оси. Окна в стену, и понятное дело, что дневной свет сюда практически не заглядывает. Но и свет фонарей он редко куда заглядывал, потому что вообще-то истории города не только в России, но и в Европе по ночам не освещались. И более того, существовали законы, которые штрафовали тех, кто ходил без факелов по ночным улицам. А в Москве, так вообще, в Допетровской Москве, конечно же, имея в виду, вас вообще могли поймать, выпороть и даже посадить во строк. За то, что вы шляетесь ночью, не пойми зачем. Улицы перегораждались бревнами, чтобы вы этого не делали. И, как писал путешественник Гербернштейн, вы могли попасть в очень серьезную беду, окажись на улице один и встретившись с представителями, как мы сейчас сказали, правопорядка. И ситуация начала меняться с появлением масляных фонарей. Масляные фонари, не бодрено догадаться, были на масляничном освещении. То есть, как это происходило? У вас есть плошка, куда заливается конопляное масло. Туда вставляется фитиль, и он поджигается. Поджигается фонарщиком. Но фонарщики, они очень любили добавлять это самое конопляное масло в кашу. Идеально подходило. Поэтому эти масляные фонари светили от двух до четырех часов. И они не столько светили, как практически указывали вам путь. Вот как такой тусклый маяк в темноте. Анатолий Федорович Конни, который жил на песках, вот в районе, который по правую сторону от нас находится, он писал, что еще в 1840-х годах эта территория практически не освещалась. Более того, особенно дамы старались эти масляные фонари обходить стороной. Потому что если капля масла падала на вашу одежду, то одежда оказывалась испорченной. А стоила она адски дорого, потому что изготовлялась она вся, естественно, на заказ. Ситуация изменилась, когда попробовали сделать фонари на спирту. Фонарщикам выдали спирт. Как вы думаете, каков был результат? Через полчаса никто из них не был приспособлен к работе. И вот одного из таких фонарщиков мы можем наблюдать здесь, на этой улице. Вот так вот он выглядел. Обязательные у него атрибуты присутствуют. Прежде всего, лестница. И с этой лестницей он залезал на стойку фонаря, протирал стекла, менял там масло и фитиль. И в павловскую эпоху столбы покрасили в полосатый цвет, чтобы они хорошо смотрелись. И как этот масляный фонарь выглядел, мы можем наблюдать прямо здесь. Когда эксперимент со спиртом не удался, то стали добавлять скипидар. Ну а затем ситуация в корне изменилась, когда появился газ. Вот один из газовых фонарей у нас находится на Одесской улице. И газ, конечно, качественно изменил восприятие, прежде всего, цвета. Даже дамы начали менять свои наряды и свой макияж в зависимости от того, как они смотрелись при этом газовом освещении. Газ хранился в так называемых газгольдерах, газхолды, да, то есть хранилища для газа. Они до сих пор у нас присутствуют в городе. В основном их функция, конечно, уже совершенно иная. Кто-то делает в них планетарий, кто-то делает в них паркинг, кто-то пытается делать в них какие-то там пространства каворкинговые. Но электричество не сразу же сменило газ. Это происходило постепенно, и последние газовые фонари в городе Ленинграде светили аж еще в 1930-х годах. Люди бегут, студенты, институты культуры передвигаются по мосту на тот берег, потому что это один из самых удобных способов, а станция метро Горьковская. И мало кто обращает внимание вот на эти замечательные фонари. А ведь это, друзья мои, есть не что иное, как настоящие музейные экспонаты под открытым небом. И более того, они различаются своей формой, выставлены здесь при въезде на Троицкий мост. Сам Троицкий мост считается старшим братом, ну, неофициально, моста Александра Третьего в Париже. И когда его открывали, приезжал французский президент. И это было, конечно, уникальное событие, потому что, естественно, играли гимн Франции. А в то время его переделали на русский лад и написали совсем другие слова. И он стал гимном нарождающейся революции, и полиция была в растерянности, даже не знала, что делать, хватать, не хватать. Но император, надо отдать ему должное, спокойно выдержал паузу и показал всем пример, как нужно себя вести. А вот это второй образчик фонаря масляного, который здесь установлен. Они расположены на участке от границы Александровского парка у пешеходного перехода на пересечении Каменностровского проспекта с улицей Куйбышева до храма-часовни Святой Троицы на Троицкой площади. Опоры фонарей тех, что стоят ближе к мосту и у пешеходного перехода имеют формы четырехгранных обелисков, завершенных касками. Опоры остальных четырех фонарей выполнены в виде пучка копий, окружающих жезл завершенной фигурой двуглавого орла с распущенными крыльями и держащего в лапах венок из листьев. Перекладенные для подвески светильных камер всех фонарей имеют форму стрелы. Каждый из восьми опор украшает накладная деталь головы Медузы Гаргоны на легендарном щите Девы-воительницы, богине Афины. Щит поддерживает пара перекрещенных и опущенных острием вниз зачехленных мечей. Два меча символизируют собой духовность и силу. История создания этих фонарей имеет свое начало в первой четверти XIX века и самым тесным образом связана с деятельностью Комитета для строения и гидравлических работ, который был создан в Петербурге. Это был уникальный союз градостроителей, архитекторов и инженеров. Он определял всю градостроительную политику в столице и возглавлял архитектурно-строительную деятельность. Пристальное внимание уделялось не только созданию архитектурных ансамблей, но и проработке деталей, в том числе опорам и светильным камерам фонарей уличного освещения. Комитетом были созданы образцовые проекты, идеи которых могли быть использованы разными авторами. С момента открытия плашкоутного Троицкого моста в 1827 году в течение более чем 70 лет фонари украшали его каменную стой. На что еще нужно обратить внимание, когда вы будете передвигаться по Троицкому мосту? Вот на этот бренд и даже город-изготовитель Ревель. Вы знаете, как он сейчас называется? И комитет строения гидравлических работ напрямую связан с именем, конечно же, Августина Бетанкура. Есть знаменитая фраза из советского кинофильма «Москва слезам не верит, что в 40 лет жизнь только начинается». Для Августина Бетанкура она началась, очередная его жизнь началась в 50-м, переехал в Российскую империю. И здесь он за 16 лет сделал столько, чего не удавалось сделать для него в целой плеяди других известных личностей. В частности, его называют дедушкой русской инженерии, потому что, например, он основал учебные заведения, ныне известные как СПБГУКС, Санкт-Петербургский университет путей сообщения, где готовят железнодорожников. Мой отец его оканчивал, только тогда он назывался ЛИИШТ. Он занимался устройством шоссейных дорог, он занимался устройством водных путей, делал ревизию водных каналов. Он организовал экспедицию заготовления государственных бумаг. Так называлась фабрику по производству денег. Она до сих пор у нас базируется на фонтанке. И даже придумал уникальную схему, как обезопасить кражу денег. Ну, потому что первое, что вам приходит в голову, когда вы устраиваетесь на такое предприятие, что вы можете поживиться. Очень хитрая схема. Чтобы устроиться на эту достаточно ответственную и почетную работу, то вы должны заиметь поручительство уже двух состоявшихся работников. И если вас ловили на краже, то увольняли всех троих. И вот таким образом Агустин Бетанкур добился того, что за многие годы функционирования этого замечательного предприятия там не исчезла ни одна купюра. Ну, а вот этот мост, он был проложен практически по оси бывшего тройского наплавного флажкутного моста. Наконец, одна из самых интересных деталей, которые, естественно, не замечают никто. И даже эти прекрасные девушки, которые подождали, пока мы будем снимать. Это Франц Карлович Сангали. Решетка тройского моста была изготовлена на его предприятии. Он известен тем, что изобрел первую русскую батарею, назвал ее Хаицкерпер. Но это название не прижилось. То есть вот это чугунило, привычное для нас, это вот благодаря ему появилось на свет данное прекрасное изобретение человечества, которое греет нас до сих пор. Также он занимался литьем огромного количества очень знаковых объектов, например, решетка сада Зимнего дворца была изготовлена на его заводе. Ну и еще, конечно же, нужно отдать ему должное. Он вместе с архитектором Зазерским сделал общественные уборные, что тоже было немаловажно. И условия на его предприятии, которые располагались на Лиговском проспекте, там до сих пор у нас сейчас есть сад Сангали, были таковыми, что когда начинались какие-то бучи, взбастовки и так далее, любых подстрекателей просто не пускали на производство, потому что там были школы для детей, там был детский садик, там была больница. И вообще этот замечательный сад был по-достоящему сад. То есть они жили в таких условиях, что им не хотелось ничего менять, они были полностью довольны как своим патроном, так и предприятием, на котором они работали. Основу моста составляли закрепленные плавучие опоры, плашкоуты с уложенным сверху настилом. Троицкий плашкоутный мост был наведен от Суворовской площади до правого берега на Петербургскую сторону и являлся важной городской переправой. С наступлением лета по ней в сторону Каменностровской дороги устремлялись вереницы колясок, карет и знатных вельмож. Они направлялись на острова Каменный, Елагин и Крестовский. По этой дороге в резиденцию на Елагином острове часто ездил император Николай I. Когда настало время реконструкции плашкоутного моста, его каменные устои были разобраны. С них были сняты чугунные решетки ограждения, фонари и обелиски. В 1903 году, как предметы высокохудожественного литья, они были установлены на новые места, где и находятся по сегодняшний день. Как вы думаете, что это такое? Вы думаете, это просто ограда? Нет, это не просто ограда. Это ограда с наплавного плашкоутного Троицкого моста. Троицкого моста, сохранившегося чудом. И обратите внимание, что здесь есть традиционный элемент, который я очень часто показываю своим экскурсантам, который выглядит как связка каких-то прутьев, перевязанных шнуром, и сверху вокнутые два топора. На самом деле, изначально, конечно, втыкался один топор. Это фашина или фасция. Так в искусствоведении принято называть этот элемент. Это символ Древнего Рима, который потом Бенито Массолини взял на вооружение своей партии. Вот так вот меняются смыслы, вот так вот меняются контексты. Но в данном случае, понятное дело, что это отсылка к имперскому прошлому. И уникальный объект, опять-таки, архитектурный, дизайнерский, как угодно его назовите. А сам наплавной Троицкий мост, он был очень важен в контексте того, что Петр I запретил строить мосты через Неву. И поэтому, когда он умер, сначала был построен наплавной плашкоутный Исаакиевский мост по распоряжению нашего первого губернатора Александра Даниловича Меншикова. А потом они стали уже сдвигаться и здесь. И этот мост соединил так называемую Петербургскую сторону, так она и называлась, и главный городской остров. Была существенная проблема, которая заключалась в том, что во время ледостава или ледохода эта часть была практически отрезана от основной части города. И поэтому, конечно, строительство постоянного Благовещенского моста была насущной проблемой. И когда он появился в середине 19 века, это был самый настоящий прорыв. Но это, как по-современному говоря, в определенный район подвели метро. А Троицкий мост канул в лету, тогда, когда был построен уже постоянный Троицкий мост из металла. Тогда, накануне празднования 200-летия юбилея Санкт-Петербурга, велись грандиозные работы по благоустройству столицы. Завершалось и строительство одного из красивейших мостов города – нового разводного Троицкого моста. От его устоев до моста Иоанновского была устроена набережная. До въезда на Троицкий мост был продлен Каменноостровский проспект. Кажется, что история этих старинных фонарей хорошо известна. Между тем и в ней оказались сокрытые страницы. Обратим внимание на деталь – шлем с острый пикой на обелисках. Нет сомнения в том, что перед вами Пикельхельм – кожаный шлем, который в общественном сознании ассоциируется с военной формой русской армии. Этот шлем с внесением различных изменений в его форму и деталей, известные как русская каска образца 1844 года, носили также воины русской армии. Известно, что его создателем, совместно с придворным художником Килем, был российский император Николай I. Сопоставление даты открытия моста 1827 год и изобретение формы шлема рубеж 1830-40 годов позволяет высказать предположение о невозможности наличия его скульптурного изображения на обелисках в год открытия моста. Иконография плашковутного моста не слишком обширна. Между тем известна гравюра «Труйский мост» и «Петропавловская крепость» в Санкт-Петербурге, опубликованная в иллюстрированном еженедельном журнале «Живописное обозрение». Она позволяет в деталях рассмотреть въезд на мост со стороны дворцовой набережной. Перед въездом на устоях Труйского моста изображены фонари и обелиски. Отметим, вершины обелисков прорисованы недостаточно четко, и это не позволяет сделать однозначный вывод. Между тем хорошо видно отсутствие на них перекладин для подвески светильных камер. Ответ на вопрос, когда же обелиски были украшены касками, и на них были установлены перекладины для светильников, пока для нас остается открытым. Труйский мост имеет пять пролетов. Разводным является пролет, расположенный ближе к левому берегу Невы. Со стороны Марсового поля въезд на мост украшают два обелиска с ростами, а по всей длине расположены выразительные формы фонари. Трехфонарный так прозвали мост из-за уникальных фонарей с тремя светильниками. Впервые архитектурная подсветка Труйского моста появилась в 1962 году. Именно в этом здании, о чем гласит эта мемориальная доска, был впервые зажжен электрический свет, точнее электрическая лампа Лодыгина. К сожалению, наши изобретатели, что Лодыгин, что Яблочков, были гении технически, но абсолютно профанной подчасти монетизации собственных изобретений. А вот, например, господин Эдисон, он это все прекрасно понимал и замечательно использовал. И есть очень забавный эпизод, связанный, опять-таки, с электрическим освещением, описанный в Москве и москвичи книги знаменитой Гелеровского. Когда был первый электрический бал в Первопрестольной, то хозяйка, опять-таки, знала, как будет воздействовать новое освещение на наряды и на макияж, и поэтому подготовилась. А вот все остальные, привыкшие к газовому восприятию, да, в действительности, пришли по старой моде и выглядели, ну, откровенно говоря, как кикиморы. Это был такой триумф хозяйки, чего и, конечно, многие не простили. Ну, электричество очень быстро завоевало себе место под солнцем, и такое понятие, как русский свет, да, свечи Яблочкова, они довольно долгое время освещали даже Париж. Ну, а затем, уже после Великой Отечественной войны, у нас началась активная электрификация всего города, и в какой-то момент даже электрические фонари стали заменять, допустим, на светодиодные. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей. В XVIII веке на месте современного марсового поля располагался царицын луг, который в Петровские времена именовался Большим Лугом или Пустым Лугом. Одной из интересных страниц истории марсового поля являются народные гуляния. Здесь, в самом центре, устанавливались огромные горки, с которых скатывались на деревянных таких повозках, люльках. Но интересно другое. Эти развлечения были предназначены для так называемой неблагородной публики. А благородная публика, она предпочитала ездить по кругу в пушинские времена, вообще в каретах, и наблюдать, как вот веселятся люди. Именно люди, потому что люди, человек, девушка, мальчик – это все было название слова. Людское название – комната для прислуги. Он послал человека в лавку, он работал мальчиком у сапожника, она ушла с девушкой переодеваться. Это все атрибуция прислуги. Предположительно, ранее здесь был заболоченный лес. Название «Царицын луг» появилось в 1712 году, когда был построен небольшой дворец «Золотые хоромы» для Екатерины I. Сегодня там находится павильон Росси. На этом месте проводились народные гуляния, фейерверки, откуда появилось еще другое название – потешные поля или площадь для потешных огней. При Екатерине II луг был очищен от травы, усыпан песком и предназначен для парадных гуляний. А при Павле I превратился в выровненный плац для военных парадов и смотров. За ним постепенно закрепилось название «Марсовое поле», окончательно утвержденное в 1818 году. Сегодня центральную часть Марсового поля украшает 16 исторических фонарей и торшеров. Фонари-торшеры, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал борцам революции», были спроектированы для Благовещенского с 1855 года Николаевского, с 1918 года лейтенанта Шмидта моста. В 1849 году столбы в виде колонн Каринского ордера на полной восьмигранной тумбе завершают восьмигранные застекленные плафоны. На Марсовом поле с 1918 по 1944 годы площадь жертв революции. До сих пор немногие горожане, что уж говорить про туристов, знают о том, что в самом центре Марсового поля вообще-то находятся могилы. Вот, например, здесь похоронен Моисей Урицкий, убитый Леонидом Канегисером на дворцовой площади в правом крыле главного штаба. Ну и вообще здесь хоронили жертв февральской революции и так называемого третье-июльского мятежа. И все это, на самом деле, выражаясь современным языком, ландшафтный дизайн уже советского периода. За это большое спасибо архитектору Ильину, которая разработала планировку данного Марсового поля. А когда-то оно представляло из собой самый настоящий лук. Он так и назывался царицем лук, превращавшийся летом в плац. А где плац, там, естественно, пыль стоит столбом. И поэтому второе название – это уже городское Петербургское Сахаро. Потому что когда здесь вышагивал какой-нибудь там Павловский полк, горожане старались обходить это место, дышать было абсолютно невозможно. Абсолютно голое поле, предназначенное для военной муштры. И таковым оно оставалось довольно долгое время, пока, наконец, не задумались о его трансформации хоть во что-нибудь. И вот интересный проект здесь должен был возникнуть. Вот прямо в той стороне архитектор Шрётер замыслил огромный концертный зал. Уже всё было разработано. И просто представьте себе на секундочку, я подставлю вам сейчас этот проект, чтобы было бы, если бы он был осуществлён. Но и это ещё не всё. Если мы с вами посмотрим на фотографию тех времён начала XX века в ту сторону, то мы тоже увидим два каких-то странных строения. Одно из них представляло собой панораму обороны Севастополя, а вторая конструкция – это скейтинг-ринг. Такое очень модное по тем временам заведение, где вы катаетесь на роликовых коньках, пол был там выложен канадским клёном, и барышни-недотроги могли, наконец, почувствовать на своей талии мощную руку инструктора. Ну, по сути, на современный язык переводя, это были фитнес-тренеры. Опять-таки, вот просто на секундочку представьте, да, взглянем туда, как это выглядело ранее. Ну, а сейчас Марсово поле преображено. Здесь вот даже в такую погоду любят собираться не только уже и местные жители отдохнуть. Кто-то загорает, кто-то играет во фрисби и так далее. Но, что интересно, что и здесь нас ждут исторические фонари-торшеры, которые обрамляют вот этот центральный мемориальный корпус. И, понятное дело, что в настоящее время внутри них горит электрический свет. Фонари были перенесены в 1934 году и размещены по периметру мемориального комплекса. В конце 1960-х, начале 1970-х годов прозрачные стекла светильников были заменены на красные. При реставрации светильникам возвращен исторический облик, в том числе воссозданные бронзовые навершия плафонов. В итоге была проведена полная реконструкция освещения Марсова поля. Внутрь каждого исторического фонаря монтировали укрепляющий стальной каркас. А сами фонари установлены на новые железобетонные фундаменты, компенсирующие ветровую нагрузку. У 16 исторических фонарей два источника света. Это уникальное решение. В Санкт-Петербурге таких фонарей больше нет. В крышке фонаря находится светодиодная матрица мощностью 100 Вт. Дополнительно снизу установлена лампа мощностью 8 Вт, которая создает в дневное время присутствие источника света. В 2021 году завершена комплексная реконструкция наружного освещения Марсова поля, территория которого освещена 104 торшерами. Полностью заменены все сети, теперь они проложены в Земле. Это один из немногих объектов, где сохранен желтый свет светильников натриевого освещения. В отличие от других объектов, которые делает ленцвет и использует только светодиодные светильники. По проекту при модернизации освещения сохранена сложившаяся в советский период стилистика осветительного комплекса. Специалисты долго спорили, какие здесь могут быть применены виды светильников. И в итоге решили, что все привыкли к фонарям с круглыми белыми плафонами. И эту стилистику надо сохранить. Они не изготавливались специально для Марсова поля. Это было массовое производство в 1930-е годы. Такие светильники устанавливались на территории большинства садов и парков. Тем не менее, они уже стали неотъемлемой частью исторического образа сада Портера. В Петербурге именем великого архитектора названа улица Зодчева Россия. Именно по ней, от площади Ломоносова, где расположилась выставка и световых инсталляций, можно выйти к Александринскому театру. Александринский театр появился на месте так называемого Малого театра, созданного Винченцией Бренной. Великолепное каменное здание работы Карла Ивановича Россия построено в 1828 году. Если вы стали вносить клиентские вправки, то подумайте о том, что если ваш клиент сам император. Например, Николай I. Карл Иванович Россия, великий Зодчий, который строил не просто здание, он строил целые архитектурные ансамбли, формируя кварталы Петербурга, хотел сделать это здание серым. Точно так же, как он сделал Елагин-Овстровский дворец, например. Почему? Потому что здесь есть и павильон Аничкова дворца серого цвета, и публичная библиотека серого цвета, и логично сделать его серым. Но Николай I считал, что в городе очень мало солнца, поэтому все дома должны быть желтыми. Это потом привело к тому, что желтых зданий было столько, что больница Обуховская, которая находится на Фонтанке, и где заканчивал свои дни Герман из Пиковой дамы, была прозвана желтым домом, и с тех пор все жители столицы Российской империи желтыми домами называли психушки, как это не смешно сейчас будет звучать. И есть еще один момент, с которым пришлось столкнуться Росси. Здесь, на этом месте, когда-то стоял, не пришей кобыль и хвост, театр по проекту Винченце Бренне. И выглядел он, мягко говоря, не суразным, потому что был ориентирован в ту сторону, на Фонтанку. Росси понимал, что главенствующую роль уже начинает играть Невские проспекты, поэтому, конечно же, здание должно быть ориентировано туда. И он долгое время выбирал место, и даже для этого пригласил волхвов, ну, то есть, по сути, волшебников, которые пришли и сказали, вот тут строить. И с тех пор дисписерно некоторые вот артисты Александринского театра говорят, что они, когда выходят на сцену, то им как будто помогает какая-то сила. Наконец, очень часто, когда вы приезжаете к той или иной арке, вам рассказывают некую байку про то, что архитектор сказал, что если эта байка обрушится, то вот, пожалуйста, на ней меня и повесьте. На самом деле, это не байка. Это действительно переписка Зодчева Росси с начальствующими органами, если можно так сказать, потому что они не верили в то, что железные длинные балки будут выдерживать такой вес. Он сделал сначала модель, прям попрыгал на ней, а потом действительно написал такое письмо, что коли оно обрушится, то вот на этих балках прошу меня и повесить. И когда сюда, в это чудесное здание, приходят люди на спектакли, они даже не догадываются, что буквально в двух шагах их ждет самый настоящий шедевр. Росси, он ведь был не только архитектором, он был, как бы сейчас мы сказали, дизайнером. Сходите в Михайловский дворец, где сейчас располагается русский музей, там есть мебель по его образцу сделанная. И, пожалуйста, Россиевский фонарь, перенесенный сюда с Елагиного острова, заботливо восстановленный и, более того, электрифицированный. Конечно, изначально он светил не электричеством, понятное дело, он был масляный, но, тем не менее, здесь мы можем наглядно убедиться в том, как в те года выглядел Петербург в вечернее время. В 1820-1830-е годы фонари Росси широко распространились в Петербурге. Они освещали улицы и площади. Их устанавливали на парапетах, набережных и в оградах садов. Металлические светильники стали частью прославленных архитектурных ансамблей. Два образца фонаря с Елагина острова, но уже с электрическим освещением, установлены сегодня у входа в Александринский театр. Ансамбль театра стал последним творением мастера. Ансамбль площади Островского – одно из самых значительных достижений гениального архитектора Карла Ивановича Росси. В ансамбль, созданный в 1818-1834 годах, вошла прежде всего прямоугольная площадь, прилегающая к Невскому проспекту, в глубине которой расположено здание Александринского театра. Петербургу требовался свет для того, чтобы из тьмы невежества он стал одной из самых прогрессивных столиц мира. И, конечно же, главенствующую роль в этом сыграла матушка-императрица Екатерина II. Дело в том, что когда мы думаем об имперском городе, мы сразу же представляем для себя вот эти прекрасные городские архитектурные ансамбли. Но дело в том, что еще в эпоху Елизаветы Петровны, дочери Петра, город представлял себя такой полудеревенский ландшафт. Улицы были не замощены, набережные были не облицованы и так далее. И именно Екатерина II задалась вопросом о том, что пора бы, наконец, сделать Петра творение сообразным тому, как он его задумывал. И помимо различных проектов, она, конечно же, озадачилась и вопросом освещения городского. И здесь, вокруг памятника, мы можем наблюдать еще и старинные фонари, которые сейчас, опять-таки, конечно же, освещаются электричеством. Ну а когда-то там горел совсем другой свет. С восточной стороны к площади прилегает павильон Онищикого дворца и решетка Онищикого сада. С западной – императорская публичная библиотека. Для кофорного пребывания горожан и гостей города в вечернее время площадь освещается 32-мя двухрожковыми декоративными фонарями. Фасады исторических зданий, образующие архитектурный ансамбль в стиле ампир, украшены художественной подсветкой. Более тысячи прожекторов разной мощности, расположенных на фасаде зданий, в сумерках преображают площадь, делая ее еще более величественной. В ноябре 1873 года в центре сквера перед Александринским театром был установлен памятник Екатерине II. Работа над этим монументом велась в течение 11 лет по проекту художника Микешина. Сквер, где установили памятник, впоследствии назвали Екатериненским. Обновленный в 2009 году подсветка памятника Екатерине II более четко акцентирует внимание как на самой статуе императрицы, так и на постамент монумента, на котором изображены известные деятели XVIII века. Александрский сад был открыт в 1874 году и назван в честь императора Александра II. Наружное освещение центрального городского пространства появилось в XIX веке, а электрическое освещение в 1948 году. Сад окружен городскими достопримечательностями и памятниками архитектуры. Зимний дворец, здание Адмиралтейства, главный штаб, здание Сената и Синода, Исаакиевский собор и Медный всадник, который по вечерам выглядит весьма эффектно благодаря световому оформлению. Шесть фонарей в Александровском саду возвращают нас в 1839 год. Тогда петербургские улочки засиялись синим пламенем, масляные фонари заменили газовыми. Газовое освещение продержалось в городе довольно долго, но в начале XX века ему на смену пришло электрическое, а профессия фонарщика исчезла за ненадобностью. Спустя 200 лет в Александровском саду вновь зажглись газовые фонари. Их можно видеть вокруг памятника Прижевальскому. Шесть фонарей в Александровском саду возвращают в 1839 год. Фонари практически точные копии исторических. Представляют собой чугунные торшеры, внутри которых проходят газопроводы низкого давления. И зажигаются автоматически, одновременно с уличным освещением. Светотехническое оборудование прошлых веков позволяет вернуть Петербургу колорит, атмосферу старого, уютного города. Стилизованные фонари легко определить по металлическим ножкам, на которых светильная камера возвышается над круглым литым орнаментированным столбом. К слову сказать, архитектурный стиль фонарей с газовым и светодиодным освещением в Александровском саду един. О том, что в парке находится уникальный памятник газовому освещению, фонари с газовыми горелками, вокруг памятника российскому географу и исследователю Центральной Азии Николаю Прижевальскому, говорит информационная табличка на газоне. В Петербурге наступает осень, листья меняют свой цвет, как мои костюмы, и дни становятся короче, ночи длиннее, свет из фонарей начинает играть ключевую роль в жизни нашего города. И как навершия наших главных шпилей Петропавловского собора или Адмиралтейской крепости, как Зимний дворец или Михайловский замок, как памятники Петру Первому, уличные фонари олицетворяют не только красоту, но и дух нашего волшебного города.